Дисциплина и подтянутость прежде всего. Для солдата, так же как и для офицера, нет высшего блага Родине служить. Мы ее учимся защищать. Мы ее, наверное, все-таки защищаем. Бей! 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 Это, в общем-то, это наша работа. Бей! 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 Б Я смотрю на эти горы, где там снег, где, смотрю, вот лес, где заканчивается, какие здесь интересные деревья. У нас проходит время, знаете, как пролетает? Вот понедельник начинается, и уже неделя заканчивается. Прапорщик отделения связи Ольга Ярошенко окончила Ташкентский государственный университет по специальности биолог. Служит по контракту в 34-й мотострелковой горной бригаде. Бригада дислоцируется в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики, на высоте тысячи метров над уровнем моря. Зона ответственности – государственная граница с Грузией и Абхазией. Мы в Индии, на совместных учениях, ну, понимаете, меня просто распирало от гордости. Мы футбол проиграли только, а в основном, ну, просто их порвали. Что там говорить, ну, уровень подготовки отдельно взятой 34-й бригады оказался выше уровня подготовки целой дивизии. Полковник Артур Шемайтис окончил Ленинградское высшее командное училище имени Кирова. Служил в Чехословакии, на островах Сахалин и Кунашир. Участвовал в двух чеченских компаниях. Награжден Орденом Мужества и за военные заслуги. С 2006 года – командир 34-й мотострелковой бригады. Когда я еще в СССР служил, да, в центральной группе войск, я занимался боевой подготовкой. Я все время проводил на полигоне. Одна только вот физподготовка, один только вот этот конкурс полевой выучки, понимаете, чего стоило. Эти традиции, на мой взгляд, нужно возрождать. Это хорошие традиции. Любовь к Отечеству – лучшая традиция нашего воинства. Носителями ее являются офицеры, вся жизнь которых связана с армией. К 1990 году советская армия занимала первое место в мире по численности личного состава. Около 4,5 миллионов человек. Бронетанковой техники насчитывалось 68 тысяч единиц. Больше, чем у всех остальных стран вместе взятых. Военно-морской флот СССР был вторым по силе флотом мира, после ВМС США. В боевом строю находилось 1380 боевых кораблей, в том числе 4 авианосца и 196 атомных подлодок. Высота 7000, скорость 600 км в час. Дежурные силы РТВ объявлены готовность номер один. Военно-воздушные силы насчитывали 211 авиационных полков и более 14 тысяч самолетов. Ракетные войска стратегического назначения имели на вооружении более 6,5 тысяч боезарядов баллистических ракет. Номерам расчетов приема боевых постов приступить? Есть. Наверное, у всех так принято считать, что лейтенантские годы лучшие. Для меня это действительно были лучшие годы. И не думаю, что я один вспоминаю эти лейтенантские годы. Один развал Союза чего стоит. После распада СССР прекратила свое существование и советская армия. 7 мая 1992 года был подписан президентский указ о формировании вооруженных сил Российской Федерации. После вывода войск из-за Кавказия, Прибалтики, Украины, Чехословакии, Венгрии, Монголии, Германии и некоторых других стран началось обвальное сокращение армии. Это было очень тяжело, когда ты пришел развернутой воинской частью, и тебя постепенно сокращали, сокращали, стали докадрированы. Докадрированы, когда вместо 100 человек вроде было 10 человек, 11, 15. Когда офицеров не хватало. За 1991-1994 годы с военной службы было уволено свыше 270 тысяч офицеров. В 1995 году 74,5 тысячи офицеров. К концу 90-х число сокращенных кадров военнослужащих достигло почти полумиллиона человек. Как результат, вот первая чеченская кампания, да, когда мы всех собирали, когда мы собирали воинские части, формировали, у нас даже некого было отправиться. Я сам участвовал, на своей шкуре испытал. Это правда, когда говорят, что мы не смогли никого одной воинской частью отправить. Все было сборная, все было откуда-то, на скрёвно там. Во Второй Чеченской войне объединенная группировка войск формировалась из частей постоянной готовности сухопутных войск, а также воздушно-десантных войск. Стала расти доля контрактников. В районах боевых действий к 2003 году она достигла 45%. Но перевод всей армии на контрактный способ комплектования не представлялся возможным из-за недостаточного финансирования. В моём понимании профессионалы, это не просто человек, который вот заключил контракт, да, и поэтому контракт услужит. Он знает, что он пришёл, ему обеспечиваются надёжные условия жизни, социальные гарантии, достойное денежное содержание. В 1914 году командир взвода Российской императорской армии получал в три раза больше среднего уровня жалования чиновников. В 1946 оклад командира взвода Красной армии был в два с половиной раза выше средней зарплаты госслужащего. В 2000 году зарплата командира взвода Вооружённых сил Российской Федерации была в пять раз меньше средней зарплаты по России и в сто раз меньше зарплаты офицера Вооружённых сил США. Домов не было, служебных помещений не было, проблемы с техникой, проблемы с ГСМ, проблемы были в принципе со всем. В середине 90-х началась волна самоубийств офицеров, доведённых до крайнего отчаяния жилищно-бытовыми проблемами. К этому времени 200 тысяч семей военнослужащих не имели своего жилья. Из них 89 тысяч снимали квартиры. 62 тысячи жили в общежитиях и гостиницах. 15 тысяч семей жили в служебных помещениях воинских частей. Мы 11 лет в общежитии прожили вдали от остановки, то есть была проблема детям в школу, да и вообще просто выбраться в город по каким-то проблемам. В другом месте мы жили в служебной квартире, которую половину занимал хозяин этой квартиры, а половину нам выделили комнатку с такими условиями, конечно, что просто даже вспоминать не хочется. И мы всё начинали с нуля, с нулевого цикла. В 2006 году меняется военная доктрина России. На смену традиционной концепции широкомасштабной войны на больших территориях приходит ориентация на ведение локальных боевых или миротворческих операций в горячих точках. В 2008 году начинается реформа Вооружённых сил Российской Федерации по задачам и по масштабу, не имеющая аналогов в мировой практике. Цель – в кратчайшие сроки создать маневренную армию нового поколения, оснащённую высокоточным оружием, возродить высокую обороноспособность страны. Владимир Владимирович Путин подписал указ в 2006 году образования бригады. И он постоянно о бригаде думает, постоянно заботится. Мы это ощущаем, мы это знаем. И мы не имеем права его подвести. Рота на право! Слышал за бригаду, за 34-ю, считается самая лучшая бригада служить элитно здесь. У нас разведательный батальон, лучший в Южном военном округе, батальон в связи, лучший в военном округе нашим. Вот там служат профессионалы, 3-я разведательная рота специального назначения, вся контрактная. Вот там 90% военнослужащих подписали второй контракт. Есть те, кто подписали третий контракт. В 34-й мотострелковой бригаде две трети состава контрактники. В настоящее время в российской армии по контракту служат 184 тысячи человек. На гражданке для себя я не видел перспектив. Вот видел себя военным человеком. Отец у меня военный, брат тоже офицер. Вот решил, изъявил сам желание и пошел служить по контракту. Армейская разведка! В долларовом эквиваленте зарплата российского рядового контрактника составляет около 600 долларов. Рядовой армии США получает от полутора тысяч долларов. В Германии – две тысячи, во Франции – полторы тысячи, в Великобритании – 1600 долларов в месяц. Зарплата российского офицера с 2000 по 2010 год выросла в 20 раз. Сейчас она в среднем эквивалентна 1160 долларам. В США офицер среднего звена получает от 4 тысяч долларов. В Германии – 3,5 тысячи долларов. Во Франции – 2,5 тысячи. В Великобритании – 3600 долларов в месяц. Равняйся! Смирно! Равнение на середину! С 1 ноября контрактники будут получать от 30 тысяч, а командир взвода уже от 50 тысяч. Я как командир бригады буду получать от 60 тысяч. Это только наклад по должности и по званию. Но еще есть дополнительные выплаты – это за работу с средним составляющим государственную тайну, за классную квалификацию, за особые условия службы. И так у меня, допустим, набегает до 100-120 тысяч. Это очень хорошо. Это достойно. По планам Министерства обороны, к 2017 году в армии должно быть 70% военнослужащих по контракту и только 30% призывников. Срок военной службы по призыву с 1 января 2008 года сократился до одного года. У нас большинства призывников, которые идут, нет патриотизма. Вот что плохо. Многие не знают, что 9 мая у нас празднуется, какой день. Некоторые говорят, что Петр Первый – это сигареты. Бывают и такие случаи. Патриотизма не хватает. А в остальном у нас все есть. Вот этот вакуум, который был в воспитании, обучении детишек подрастающего поколения, он уходит. Мы не считаем зазорным, когда вечером пограничники там с восьмиклассниками, семиклассниками сыграют в футбол. Вроде как бы мелочь, да, ничего такого особенного не сделали. Но эти мальчишки тянутся к пограничникам, когда они приходят на заставу, когда общаемся. И когда, особенно в первый раз, они говорят, типа, вот все эти наши компьютерные стрелялки, то есть все фигня, вот это вот настоящая жизнь. Подполковник Роман Дудниченко. Окончил высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР. С 1991 года служит в пограничном управлении ФСБ России по Оренбургской области. Вы знаете, в советские времена еще была пословица, что не каждому дано право ходить по последним метрам родной земли, да? И вот это вот как раз-таки служба на последнем рубеже, когда ты знаешь, что от тебя зависит, собственно говоря, насколько спокойно спят твоя семья, твои родственники, да, там просто соседи. После распада Советского Союза у России появились новые государственные границы. С Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном. И пограничники со старых советских рубежей пришли сюда. Естественно, к приходу пограничников здесь не был, в принципе, никто готов. Начинали с того, что не было вообще техники никакой. Просто было шесть человек, и охраняли границу просто с ручками и блокнотами. Оренбургское управление пограничной службы отвечает за участок российско-казахстанской границы протяженностью более двух тысяч километров. С 2006 года началось масштабное техническое оборудование границ. В любое время суток пограничник выходит на охрану границы. В любую погоду, в любых условиях климатических и так далее, включает тепловизор. На расстоянии нескольких километров у него, как картинка, все, что творится на границе. У сотрудника перед лицом несколько мониторов. На одном из мониторов видно, как эта машина пересекает государственную границу. Сокол-8, Байкала-23 на прием. Сокол-8, Байкала-23. Земля-93, как принял меня. Застал в ружье! Принял, принял тебя. Вижу, что не убегает на перекладку. Как принял? Принял. Старший пограничный наряд, вы нарушили государственную границу. Выходим из машины. Руки на капот. Когда видишь человека, который вез, пел полтора-два килограмма героина, предположим, но на границе его остановили. Вот здесь настоящее удовлетворение, и можно, наверное, сравнить с азартом охотника, да, даже когда среди ночи будет, и говорят, пошел нарушитель границы. Когда вся застава вот на этом драйве настроена на то, чтобы его поймать, не посетить в Россию, вот это вот самое главное. Пограничный наряд направлен в го, на французской границе расстреляет шагом марш. Как бы классика, да, когда пограничник с собакой, пограничник на пограничной вышке стоит, ведет наблюдение. Это все правильно, это все осталось. Но, опять же, цивилизация продвигается, модернизация идет. Основным приоритетом для нас должна стать коренная модернизация производственной базы оборонно-промышленного комплекса. В ближайшее время нам необходимо сделать все, чтобы устранить опасную диспропорцию между технологическими возможностями оборонных предприятий и потребностями вооруженных сил. В советские времена на оборонную промышленность шло около 40% всех материальных, финансовых и научно-технических ресурсов страны. Это позволяло обеспечивать стратегический паритет США, при том, что советский объем ВВП составлял треть американского. Я на одном месте всю жизнь проработал, на хорошей работе, с хорошими руководителями, с хорошей заработной платой. В конце 80-х в военно-промышленном комплексе России было занято около 4,5 миллионов человек, в том числе 800 тысяч в сфере науки. С учетом членов семей непосредственно с ВПК было связано около 15 миллионов человек, то есть каждый десятый житель России. Мы строили корабли. Большая серия была у нас альбатросов, несколько десятков кораблей. Ягуваров, которые строили как для военно-морского флота нашего, так и отправляли в соц. страны. Это на Кубу, в ГДР, в Сирию отправляли корабли. По объему поставок вооружения на экспорт в 80-х годах Советский Союз был мировым лидером, опередив в этом отношении даже США. Советский ВПК вышел за рамки одного государства, превратившись в важнейшую силу в мировой экономике и международных отношениях. К середине 90-х из 24 тысяч предприятий военно-промышленного комплекса выжили только 1200. Не имея финансирования, они не развивались ни технически, ни интеллектуально. Большая часть проектно-конструкторских бюро остались без заказов. Из 5,5 тысяч НИИ и секретных научных центров, работавших на ВПК в советское время, в 90-е годы осталось лишь 677. У нас были периоды, когда нам почти по полгода не платили зарплату. Я полдня занимался работой, полдня где-то искал заработок на стороне. Делал водометы на запад, на модели. Клеил бампера на машины. Чем только не занимался. Производство, можно сказать, почти уже сворачивалось. Пришлось даже подрабатывать шофером, как бы извозчиком. И однажды замдиректора завода нашего увидел меня, чем я занимаюсь, что я извозчиком работаю. Ему до того стало обидно, что специалисты занимаются такими делами, подрабатывают на стороне. Он на другой день вызвал меня в отдел кадров и отправил в заграничную командировку. И многие из моих товарищей также ездили в тяжелое время в командировки по возможности. И за счет этого, ну, сохранился некоторый состав. В 2000 году американский эксперт Уильям Фокинген на конференции по национальной безопасности в Пентагоне заявил, по нашим оценкам, от оборонного потенциала русских сейчас осталось не более 6%. При продолжении существующих тенденций через 5 лет останется ноль. С начала этого тысячелетия мы все время наращиваем и наращиваем выпуск продукции. Поэтому спрос на данную продукцию есть. И спрос огромный. Потому что то, что было сделано в 80-е годы, оно уже все стало стареньким. И замена парка все равно необходима. По данным Министерства обороны, в настоящее время доля современных образцов оружия и военной техники составляет 12%. Около 70% технологий, обеспечивающих выпуск военной продукции, морально и физически устарели. В 2009 году началось глобальное перевооружение армии, которое должно быть завершено к 2020 году. За ближайшие 10 лет в войска должно быть поставлено свыше полутора тысяч новых самолетов и вертолетов и порядка 200 зенитно-ракетных систем. В итоге доля современной авиатехники ВВС должна составить не менее 80%, а комплексов ПВО не менее 75%. Что позволит в разы повысить боеспособность наших вооруженных сил. Для российских ВВС планируется закупить 600 боевых самолетов и тысячу новых вертолетов. Основная часть закупок у российских производителей. Появились новые заказы у бюро, появилась какая-то стабильность, так что все вернулось на круги своя. В российском военно-морском флоте из 160 надводных боевых кораблей первого ранга, оставшихся в наследство от СССР, боеспособны всего около 25 единиц. С 2006 по 2011 год удалось поставить флоту только одну подводную лодку, два корвета и несколько катеров и вспомогательных судов. С 2011 до 2020 года в рамках программы перевооружения должны пройти полную модернизацию, четыре тяжелых атомных ракетных крейсера, а также поступить на вооружение 35 новых кораблей разных рангов. Нам предстоит осуществить огромную программу развития судостроения в России, причем во всех регионах Российской Федерации, и на Дальнем Востоке, где строим совершенно новые две верфи, и на Северо-Западе, и в Центральной даже России, и на Юге страны. Вообще мы собираемся на цели судостроения, развития судостроения, огромные деньги выделить. Планируется ввод в строй восьми стратегических ракетных атомных подводных лодок, двадцати новых атомных и дизельных подводных лодок. В общей сложности за 10 лет должно быть построено 100 кораблей различных классов. На сегодня мы строим военные корабли. Это для военно-морского флота 631 заказ, малый ракетный корабль. Также строим мы военный корабль, не корабль, а катер противодиверсионный, с уникальными военными разработками. К 2015 году доля современных образцов вооружения в армии и на флоте должна быть доведена до 30%, а к 2020 году — до 70%. К 2011 году этого показателя достиг только парк боевых машин Южного военного округа. Нужно только заниматься своим делом. Мы 50% своего времени проводим ночью в полях. На занятиях по боевой подготовке, на огневой подготовке, на вождении. Вот эти вот солдаты данные, например, они прослужили уже более 6 месяцев, то есть уже подготовились, то есть они могут уже действовать в любой горной местности, при любых условиях, то есть обучились они. Также по физическим данным я их проверяю. В гражданской своей жизни, да, армия я имею в виду, они как бы даже представления не имели о горном снаряжении, как бы, и все, а сейчас они как бы стараются, и даже возможно, что они, даже занятия их дальше альпинизмом каким-то, потому что им это нравится. Бригада была создана как горная, и упор, естественно, делается на физическую подготовку и на горную подготовку. Горная подготовка у нас занимается все 100%. Чтобы как бы обучить их сначала технике, также совершенствовать технику их обучения, и как бы в дальнейшем, чтобы они не испугались, не боялись, также здесь шумовой эффект создается, то есть холостые патроны предоставляются тоже для занятий. То есть вот так вот они как бы реалистичные им условия, так бы они будут действовать также в горах, то есть уверенно, четко, без суеты выполнять любые боевые задачи в любой местности. Нам дают вот этих, мы с ними служим. Знаете, мы, так мы еще из них мужчин делаем. И получается вот так. В рамках реформы вооруженных сил с 2008 года происходит перевод военных частей на аутсорсинг, то есть питание личного состава и обслуживание территории обеспечивают гражданские организации. Военные части обустраиваются по новым правилам. Вместо казарм вводятся общежития кубрикового типа. Кубрик – блок из двух четырех местных комнат. В каждом кубрике обязательно есть душевая, санузел и сушилка для одежды. В данный момент военнослужащие приводят внешний вид в порядок, готовятся к завтрашнему дню. В данной комнате военнослужащие занимаются самоподготовкой, и один военнослужащий пишет письмо домой своей маме. Контингент у нас разный призывается в данный момент в армию. Некоторые солдаты приезжают, как бы они дома в таких условиях не жили, как здесь. Что касается быта офицеров, здесь тоже грех жаловаться нам, вот мне как офицеру, моим подчиненным. Когда я сюда приехала и увидела вот эту квартиру, новую, с евроремонтом, с прекрасными условиями, висят шторы новые на окнах. Стоит шикарная мебель, молодежная стенка, диван. Ну вот представьте себе, что еще нужно. Конечно, в сравнении со всеми предыдущими гарнизонами, где мы проходили службу, здесь просто не просто, а шикарные условия. Уходишь на службу со спокойной душой, в городке все прекрасно, спокойно, никаких у нас пришествий там. То есть уходишь спокойно с тем, что придешь опять в нормальные условия. В таких условиях в мои лейтенантские годы можно было только мечтать. Тогда мы просто даже не думали, что это возможно. Но сейчас все условия созданы, надо только заниматься своим делом. Современные вооруженные силы – это прежде всего хорошо подготовленные, высокопрофессиональные люди, чувствующие поддержку и заботу со стороны государства. И, конечно же, приоритетный, самый чувствительный вопрос – решение жилищной проблемы. В общей сложности только за два последних года военнослужащим Министерства обороны для постоянного проживания было предоставлено порядка 100 тысяч квартир. Согласно планам, в период с 2011 по 2013 годы для военных будет приобретено еще более 77 тысяч квартир. Это служебный жилищ. Служебный! У меня нормальная машина, квартира хоть служебная, достойная зарплата. Я не жалею, что я выбрал профессию пограничник, даже не профессию. Пограничник нельзя назвать профессией, это образ жизни пограничника. Иногда бывает сложно. Два парня у нас растут. Нужно, если что-то, покупать две машинки, две каких-то игрушки, две курточки, две шапочки сразу. Бывает тяжело. Сказать, что нам совсем не хватает, я такого не могу сказать. Антон мне говорит, вот, каждую зарплату ты должна покупать себе платье. Ты должна быть самой красивой. Ты офицерская жена. Вот сколько я по гарнизону мотаюсь, я смотрю на жены офицеров, они подвиг совершаются. Вот идти с лейтенантом служить, да, видеть, как он растет, видеть все эти трудности, вместе с ним быть рядом, помогать ему советом, делом, просто даже морально, понимаете, это очень многого стоит. Первое время мне было тяжело, то есть привыкнуть к этому. Я не думала, что там мой любимый человек будет к сутки на работе, я буду сидеть одна дома. Мы только приходим и, допустим, ребенка видим, когда он уже спит. Встаем, он все равно спит. Вот. Я... У меня дочь сменила шесть школ. Это тяжело для детского организма, для молодого организма. Вот. Мы помотались по всей стране, понимаете. Это контейнер собирать все, коробки, вещи. Это стресс. Офицер-то привыкает, быстро взял предписание, взял вещи и поехал. А жена остается. Жена остается с детьми. Жена все это собирает, жена вот нервничает, понимаете, она остается одна. Те, кто служит со своими мужьями, я говорю, они подвиг совершают. Мне вот есть чем гордиться. У меня все женщины, у нас, извините, у нас в бригаде все женщины стройные, подтянутые. Все женщины красивые, вот. И все мастера своего дела. В настоящее время в США женщины-военнослужащие составляют 15% от общей численности вооруженных сил. В Великобритании 8%, во Франции 10%, в Китае 4%, в Германии 0,7%, в России 9%, то есть 90 тысяч женщин-военнослужащих. Ну, вообще, конечно, офицер должен уметь три вещи. На мой взгляд, опять на взгляд командира 1000-й бригады. Первое, он должен уметь обращаться с женщинами, уметь играть в преферансы. Он должен уметь употреблять спиртные напитки. На офицерских собраниях, будучи легендантом, со всеми вместе поднимался и выпивал третий тост. Отвоевав в первую Чечню, я получил законное право поднимать третий тост, выпивать. За тех, кто не может присутствовать вместе с нами. За тех, кто погиб, кто не вернулся. Поэтому для офицера это очень важно. Это традиция, это наша жизнь. Мы когда одеваем зеленые погоны, идем учиться на офицеров, естественно, мы знаем, куда мы идем, собственно говоря. По данным социологических опросов, своей основной мотивацией к исполнению служебных обязанностей 17% офицеров называют возможность получения служебного жилья. 18% стремление к новой должности и воинскому званию. 22% гордость за свою военную профессию. И 43% любовь к родине. Вот мы с бригадой служат родине. Мы ее учимся защищать. Мы ее, наверное, все-таки защищаем. ВЫСТРЕЛ Я уверен, что Россия, как говорится, возродится и будет в России свой самый сильный флот. По прогнозам экспертов, объем российского военного экспорта в 2011 году составит более 10 миллиардов долларов. Второе место после США. По сравнению с зарубежными, мы, может быть, проигрываем в части жизнеобеспечения, но однозначно выигрываем в военной мощи, в вооружении. Из 12 стран, разрабатывающих истребитель пятого поколения, удалось это сделать только США и России. При этом российский Т-50 по многим показателям превосходит американского конкурента F-22 Raptor. Работа предстоит еще очень большая. Очень большая. Но судя по тому, как она идет, и судя по тому, как она организована, нет никаких оснований смениваться, что наши вооруженные силы, военно-воздушные силы вовремя получат эту современную, не имеющую аналогов в мире машину. Ракетно-зенитные комплексы С-400 в два раза эффективнее американского и французского аналогов. Ракетный комплекс «Искандер» эксперты считают лучшим в мире и наиболее перспективным сверхточным оружием. Коэффициент обороноспособности России вырос с 12, 46 место в мире, до 50, 6 место. Вот сейчас это все возрождается. Мы с колен поднимаемся. Нужны перемены? Так должно быть. Это правильно. Мы становимся сильнее, мощнее. Гордость появляется. Гордость появляется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok